Привет, друзья! С вами Женя Подончик, Кеоник Диггерс. В этом выпуске я хотел бы остановить одну очень интересную, но щекотливую тему, за которую еще лет 30 назад меня могли бы очень сильно наказать, если бы я начал о ней говорить. Но сейчас гриф секретности снят, и я хочу рассказать вам о теме ядерного оружия на территории нашей Генератской области. По постановлению Совета Министров Советского Союза в 1953 году была поручена разработка проекта ракеты средней дальности Р-12. В октябре 1958 года началось серийное производство этих ракет. Дальность полета ракет составляла 2000 километров. Впервые ракета Р-12 была открыто продемонстрирована на военном параде в Москве в 1961 году. После принятия на вооружение ракетного комплекса началось массовое строительство военных городков и стартовых позиций. К 1965 году было развернуто 608 пусковых установок для ракеты класса Р-12. Ракета несла моноблочную головную часть с термоядерным зарядом мощностью 1 мегатонна. А в качестве горючего в ракетах использовалась азотная кислота с перекисью водорода. Ракетные войска с самого начала своего существования использовали два класса ракет. Межконтинентальные, способные поражать цели за океаном. И средней дальности, предназначенные для уничтожения противника ближе к нашим границам. Межконтинентальные ракеты были дороги, сложны в производстве и эксплуатации. Для поражения целей, например, в Европе хватало более легких и простых ракет средней дальности, какими и были Р-12. По нормативам, во избежание поражения сразу двух позиций в случае ядерного удара, позиции Р-12 были разнесены на несколько десятков километров. В едином стартовом комплексе объединялись четыре пусковые установки. Организационно они являлись ракетными дивизионами. То есть, один дивизион – это один стартовый комплекс. Каждая пусковая установка закреплялась за стартовой батареей. Таким образом, в одном дивизионе было четыре стартовых батареи, которые по соседству располагались на стартовой позиции. Боекомплект каждой ракетной батареи составлял две ракеты – для первого и для второго пуска. После производства первого пуска, ракетная батарея сразу же должна была приняться за предстартовую подготовку ракеты второго пуска. С тех же стартовых устройств. В дивизионе наземного старта ракеты первого и второго пуска находились в специальных хранилищах. Способов запуска Р-12 было два – наземный и шахтный. Исторически первым был наземный старт. При нем ракета хранилась в хранилище без головной части. По тревоге ее подкатывали к пусковому устройству, называемому стартовым столом. Производили стыковку головной части. Затем поднимали вертикальное положение, наводили на цель и заправляли. В постоянной боевой готовности ракета хранилась незаправленно. Только после этого ракета была готова к пуску. Время от подачи команды до старта могло занимать более трех часов. Хранением, подготовкой к пуску и транспортировкой головных частей ракет комплекса Р-12 с ядерным зарядом занималась особая служба. В целях секретности ее называли вполне обыденным термином – ремонтно-техническая база, или коротко – РТБ. Служба была настолько секретной, что ее персонал, имевший доступ к головным частям, называли глухонемые. Сильной была не только скрытность, но и подготовка личного состава. В РТБ к работе с головными частями ракет допускались исключительно офицеры. Призывной состав был задействован при выполнении вспомогательных задач, например, как караульная служба. За то, что служба РТБ работала с головами ракет, ее личный состав также называли головастиками, что носило хоть и шутливый, но уважительный оттенок. Головные части ракет Р-12 представляли собой сложные механизмы, которые изначально для продления срока хранения и удобства обслуживания подставлялись и хранились в частично разобранном виде. Такое состояние называлось степень готовности 4-я, или СГ-4. О полностью собранной и готовой к установке на ракету головной части говорили, что она находится в степени готовности СГ-5. В штатном режиме ракеты хранились в СГ-4. Всего на территории Калининградской области было 5 полков РВСН. В каждом полку было 2 дивизиона РВСН, то есть 2 позиции стартовые. В каждой стартовой позиции было по 4 стартовых ствола. То есть всего с территории Калининградской области в момент могли вылететь 40 ядерных ракет. И вот мы сейчас находимся на одной из этих позиций под городом Знаминск. К 1965 году было развернуто 608 пусковых установок для этих ракет. В 1962 году на базе ракет Р-12 были разработаны и космические ракеты-носители серии «Космос». И всего было произведено 165 пусков этих ракет. Кстати, 3 ракетных полка, вооруженные Р-12, были размещены на Кубе в 1962 году, что вызвало Карибский кризис, приведший мир на грань ядерной войны. Преимуществом дивизиона наземного старта перед шахтным была возможность его передислокации и даже рассредоточения стартовых батарей. Таким образом, их можно было вывести из-под удара противника. При этом, следует заметить, что возможность передислокации не делает комплекс подвижным. Это вынужденная мера и техническая импровизация. В соответствии с советско-американским договором о ракетах средней и малой дальности от 1987 года, ракеты типа Р-12 подлежали ликвидации. Они были сняты с боевого дежурства в июне 1989 года и уничтожены. А военные городки, а также инфраструктура, была переведена в другие части или же заброшена. Именно ракетные войска сыграли ключевую роль в холодной войне, не дав ей стать горячей войной, потому что американцы понимали, что в любом случае они получат ответку. И именно поэтому война не началась. Именно эти самые места и сыграли ключевую роль в холодной войне. В этом самом ангаре хранилось ядерное оружие. А чуть-чуть дальше находилось средство его доставки. То есть ракеты, военная техника, тягачи, камазы. Всего, чтобы осуществить пуск одной ракеты Р-12, нужно было около 35 единиц техники. Тягачи, фургоны, заправщики, пункты связи, генераторы. Это все было весьма уязвимо для противника. И благодаря этому в 60-х годах начали делать шахтные пусковые установки. Куда мы сейчас и поедем. Кстати, любопытному зрителю, наверное, было бы интересно узнать, что находится в главной части ядерной ракеты. Так вот, открою вам завесу тайны. Внутри ядерной ракеты находится сердце урановый или плутоневый шарика размером с эту самую дыню. Но весит этот шарик около 50 килограмм. Сверху он обтянут взрывчаткой. Вот вся у всего обволакивает взрывчатка. Во время подрыва ударная волна вжимает этот урановый шарик, благодаря чему наступает цепная реакция. Ну а дальше... ВЗРЫВ! С вами был Жене Падончик, Кионик Диггерс. Пока!